Несмотря на мороз и будний день, на Матырском водохранилище «Аншлаг» рыбаки сидят через каждые несколько метров. А это значит, работа у спасателей прибавилась. Красноречивые аргументы о том, как опасен тонкий лёд, подкрепляют красочной памяткой. Мы рекомендуем при себе всегда иметь верёвку, рекомендуем иметь всегда кошки, так называемые. Это два шила, связанные между собой, верёвка. То есть в случае, если человек проваливается под воду, с помощью них он легко может выбраться на твёрдый лёд. Василий Гаршин рыбачит уже больше полувека. Небольшого улова ради, а для удовольствия. За много лет все правила безопасности уяснил, в том числе благодаря горькому опыту. На реке Воронеж пошли лёд тонкий. В смысле, о, вот эти тоже соратники, мы вместе с ним плавали. Один друг за другом и раз, и пошли. Ну, там ребята были на лыжах, палку лыжную, раз, нас выволкли. Но это вас не остановило, да, всё равно рыбачить? Никогда в жизни нас никто не остановил, мы просто фанаты. Фанатам запретить выход на лёд спасатели не могут, поэтому только предупреждают. А вот кому вход, а точнее въезд сюда запрещен, так это автолюбителям. Популярная автородео не оставила безразличными и липчан. Правда, погони за такими рискованными приключениями нередко приводят к беде. Был случай здесь, на моторском водохранилище, автомобиль попал в промойну. То есть, ну, людей всех вот с помощью суда на воздушной подушке удалось эвакуировать. Никаких жертв гибели не произошло, но автомобиль, тем не менее, попал вот в такую промойну. Единственный разрешённый транспорт на льду – спасательный катер «Пегас». Он приходит на помощь в любой ситуации. Машина с воздушными подушками уникальна. Передвигается по любым поверхностям, хоть по воде, хоть по тонкому льду или с угробом. Таких в области всего две. Под пристальным вниманием спасателей 10 крупных водоёмов Липецкой области. На них ведут постоянное дежурство. Каждый день тренировочные спуски проводят и водолазы, погружаясь на глубину до трёх метров. Патрулировать реки, озёра региона спасатели будут всю зиму. Юлия Нечаева, Валерий Фаустов. Липецкое время.